Преступление совершилось здесь, в этом флигеле президентского дворца. Бывшего начальника разведки президентской гвардии Экбаля привезли на место преступления. Здесь уже находится и другой убийца Тараки, бывший начальник связи президентской гвардии Удот. Третий преступник Рузихан пока скрывается от правосудия. Экбаля и Удота идут опознать место преступления. Где был убит Тараки? Тараки был убит в этой постели, говорит Абдул Удот. Мы связали ему руки полотенцем и задушили. Здесь был Рузихан, там Экбаль, а я здесь. А это старое кладбище в Кабуле, где сразу же после убийства ночью 8 октября тайно был похоронен Тараки. Амин лицемерно называл его своим учителем и коварно уничтожил. В Кабуле в начале января шло следствие по делу об убийстве Тараки. Мы вглядывались в лица преступников, пытались разобраться в их психологии. Джандад, начальник президентской гвардии. Он назначил по указанию Амина трех своих офицеров исполнителями этой операции. Джандада я встречал и раньше, в Кабуле, в Гаване на конференции, не присоединившись со стран. Он сам мне рассказывал, что Тараки называл его своим сыном, начальника охраны, который неотлучно был при главе государства. В чем тогда секрет этой метаморфозы Джандада? Он был мелким предателем. Матерым заговорщиком был Амин. Он умел привязать своих подручных подачками и кровавыми делами. Абдул Удот, бывший начальник связи президентской гвардии. Вы уже видели его на месте преступления. За несколько дней до того, как мне было приказано вместе с Рузиханом и Экбалем убрать Тараки, говорит Удот, я получил новую высокую должность начальника службы безопасности в генеральном штабе афганской армии. Командир штаба Якуб был правой рукой Амина. Вместе с Джандадом, который переметнулся к Амину в дни сентябрьского переворота, они отдавали все распоряжения. Как убить Тараки? Где его похоронить? Как скрыть это от народа? Невозможно было без содрогания слышать историю этого продуманного до деталей чудовищного заговора против Демократической Республики Афганистан. Прокурор Республики, даже он не смог сдержать рыдание.